Здравия и процветания! Это видео идёт в дополнение к трём уже вышедшим видео на тему вероятного будущего, возможного будущего и во многом грядущего будущего, где я размышлял на тему искусственного интеллекта, на тему планов мирового правительства, на тему дополненной реальности, которая приведёт человечество во власть виртуальной реальности, своего рода Матрицы. Конечно, идея того, что человечество погрузится в виртуальную реальность, во многом у людей вызывает сразу же воспоминания о фильме Матрица, его, так или иначе, если и не видели, то о нём слышали кратко, его сюжет знает большинство современных людей, но не этот фильм был первым. И в нём есть очень много пластов, поэтому там можно обращать внимание на борьбу одного отдельно взятого человека с системой, что популярно, что у многих людей имеет какой-то эмоциональный и душевный отклик. Сейчас уже Илана Вачёвских заявляет, что там были и какие-то трансгендерные отсылки, и, возможно, они в действительности там были, потому что и Илана, и Лили Вачёвские, которые раньше были мужчинами, и важно то, что, поскольку с ними это случилось, скорее всего, они о чём-то таком думали и намного раньше, и вполне вероятно, что они часть этих идей могли сознательно или подсознательно внести в Матрицу. Разные варианты иллюзии внутри иллюзии. И кто-то тут, может быть, узрит и размышления о том, насколько реален наш мир. И физики как-то собирались на конференцию, и путём статистического осмысления приходили к выводу, что, вероятнее всего, мы живём именно в виртуальной реальности. Матрица подняла много вопросов, но вообще сама концепция того, что огромная человеческая популяция может существовать в виртуальной реальности, и даже не особо осознавая это. Сама эта концепция была придумана далеко не Вачёвскими, и даже не ими впервые реализована. Например, задолго до Матрицы вышел фильм «Звёздные врата». По фильму «Звёздные врата» позднее был снят сериал «Звёздные врата» 1-й отряд, Stargate SG-1. И, в частности, когда вышел первый сезон, потом вышел второй, и вот четвёртый эпизод второго сезона, который вышел 17 июля 1998 года, называется в российском переводе «Хранитель игры». Английский вариант «The Game Keeper», что может переводиться и как «Хранитель игры», и как «Надсмотрщик над игрой», наблюдатель некий этой игры. В этом эпизоде что показали? Отряд «Звёздных врат», который состоял из полковника Анила, исследователя Дэниела Джексона, полковницы, учёной Картер и перешедшего на сторону землян инопланетянина Талка, отправился на очередную планету через устройство «Звёздных врат», и там они нашли под куполом некий цветущий сад, очень ухоженный, очень такой добротный сад, скажем так, в котором некоторые странные кресла с странными какими-то шнурами, кабелями, которые опутывали человеческое тело, и присосками присасывались, по сути дела, к мозгам человеческим. Только нужно учитывать, что поскольку это сериал, поскольку это 98-й год, поскольку это всё-таки не слишком высокобюджетный сериал, то там не показали, как, допустим, устройство запихивает кабели отряду в руки, в ноги и проделывает дырку в голове, добираясь до мозга, не показали систему подачи питательных веществ и, соответственно, отвода отходов процессов жизнедеятельности. Но это можно во многом списать именно на то, что они хотели показать в общем идею, а не останавливаться на всех этих подробностях, как позднее уже через год сделали в фильме «Матрица». Получается, этот эпизод, второй эпизод, точнее, четвёртый эпизод второго сезона «Звёздных врат» вышел ранее, чем «Матрица». И в нём, в принципе, показана, ну пусть в идейном смысле не настолько многоиграющая какая-то смесь идей, которая показана в «Матрице», но идея виртуальной реальности и популяции, которая живёт в этой виртуальной реальности, там показана. В принципе, идея какой-то несуществующей реальности, реальности снов, в которую погружено сознание человека, показывалась даже в таких сериалах, которые были основаны на иносказательном таком современной интерпретации греческой мифологии, как «Зена, королева воинов». И там, правда, без технологий этот эффект был осуществлён посредством греческих богов и всяких связанных с этим явлений. по сути дела, идея та же человеческое сознание погружается в некую реальность снов, в некую нереальную реальность. Дальше подобные идеи показывались и в следующих сериалах по «Звёздным вратам». это и «Звёздные врата Атлантида», где часть команды погружалась, по-моему, несколько человек погружалась в виртуальную реальность корабля древних и общалась там с древними, которые в физической реальности находились в анабиозе. Дальше в сериале «Звёздные врата. Судьба», «Корабль. Судьба», там как таковой какой-то матрицы не было, но там периодически тоже люди входили в контакт с кораблём и во всякие, скажем так, очень сильно дополненные и искажённо интерпретированные версии реальности, которые основывались на их же воспоминаниях. Поэтому, в принципе, и не только в «Звёздных вратах», и в «Звёздном пути», и во многих других фантастических произведениях можно найти разные версии этой идеи, когда или один человек, или группа людей, или целая человеческая какая-то популяция погружается в виртуальную реальность. Иногда это показано именно на примере людей, иногда на примере каких-то инопланетян, которые внешне пусть и чуть-чуть отличаются от людей, но несут в себе тот же образ, что и люди, по сути дела, и символизируют людей. И так или иначе идею виртуальной реальности прорабатывали и мистики древности, пусть и со своими подходами. И, естественно, современные технические возможности дают возможность реализации их идей, наработок и стремлений чуть в другом ключе. Но вообще идея виртуальной реальности, идея дополненной реальности – это, скажем так, то, что из фантастики постепенно перебирается в окружающую нас реальность. Очки виртуальной реальности доступны уже практически каждому человеку на планете. Кто постарается, чтобы заработать нужные средства, найдет, как и купит очки виртуальной реальности, подключится к соответствующему оборудованию или интернету, и все. Даже при некоторых нехитрых действиях на основе любого смартфона можно сделать нечто типа очковой виртуальной реальности в самом примитивном варианте этого девайса. То есть, так или иначе, виртуальная реальность обретает, набирает свои обороты. Людям, может быть, которые сейчас полностью заняты или зарабатыванием денег, или они, допустим, сидят на востоке Украины в окопах и думают только о том, как не умереть от вражеских пуль, или заняты какими-то своими семейными проблемами или еще чем-то, им не до этого. Они не видят, чтобы виртуальная реальность где-то рядом с ними уже существовала, не видят, чтобы эта виртуальная реальность, допустим, их заливала с верхнего этажа или еще что-нибудь с ними делала. Поэтому для них существование этой виртуальной реальности пока не ощутимо. Но, так или иначе, если в том же YouTube понабирать поисковые запросы на тему виртуальной реальности, устройств виртуальной реальности, размышлений о виртуальной реальности, а дополненной реальности, размышлений о том, как погрузить человеческое сознание в виртуальную реальность, то таких размышлений огромное-огромное количество. И нужно понимать, что то, что вот так легко найти, это не самые какие-то передовые исследования, не самые какие-то передовые разработки. Потому что передовые разработки осуществляются, как ни странно, разработчиками. Эти разработчики, как правило, работают или на оборонные агентства, или на какую-то из корпораций, какую-то фирму крупную. С этой организацией они подписывают договор о, естественно, неразглашении, поскольку если они будут делиться своими наработками, то конкуренты той корпорации по-быстрому опередят. Ну, это просто коммерческая тайна, иногда военная тайна. А то, что дают на общее обозрение, это, как правило, уже такое достаточно примитивизированное пересказание существующих возможностей, существующих каких-то разработок. И нужно понимать, что если показывают технологии вот определенного уровня, уже которые можно где-то увидеть, как они работают, тем более те, которые можно как-то уже купить и использовать, то в лабораториях или где-то для мировой элиты, или еще для оборонных, допустим, нужд, существуют технологии намного более продвинутые. Поэтому, в принципе, и с другой стороны, существование, допустим, человеческого тела в условиях комы, поддержание жизнедеятельности человеческого тела в условиях комы, это не нечто такое фантастичное, не нечто такое странное и недостижимое, это уже есть. Наверное, тысячи человек на Земле существуют, не уверен, что это можно назвать уже существованием человека, это скорее существование человеческого тела, поэтому правильнее сказать, человеческие тела существуют в условиях комы, но они существуют. Иногда такие люди потом приходят в сознание, в действительности продолжают человеческое существование, иногда данные тела так в овощном состоянии погибают, и как бы это есть, это то, что уже так или иначе изучается, поэтому соединить данные о поддержании человеческого тела в условиях комы и возможности погружения сознания в виртуальную реальность не так-то и сложно. И представить, что будет создана совмещающая технология, которая, с одной стороны, будет поддерживать человеческое тело, пока разум путешествует по виртуальным мирам, а с другой стороны, такой интерфейс этой самой виртуальной реальности, который будет делать ее для мозга, мозга для сознания, практически неотличимой от реальной реальности. О том, что это есть, как это есть, соответственно, тоже куча видео в ютубах, в других каких-то отделах интернета. Со всем этим, естественно, можно ознакомиться. И с одной стороны, мы видим, что это возможно, с одной стороны, мы видим, что много самых разных мыслителей так или иначе задумывалось в эту сторону, с другой стороны, мы видим, что те мировые элиты, которые решают, какие темы поднимаются в фильмах и сериалах, они раз за разом так или иначе эту тему поднимают. А вот, допустим, поднять тему относительно того, что, возможно, гендеры – это не совсем то, что нужно человечеству, что, возможно, лучше в эту сторону не задумываться, а просто оставить ситуацию, как есть, что как бы… что есть, то есть, как говорится. Вот такую тему поднимать несколько даже опасно сейчас в интернете, поскольку это противоречит той политике, которая внедряется сейчас посредством всех средств информации, средств контроля информации, средств массовой информации. Поднять, допустим, тему здорового питания тоже не совсем приветствуется. Поднять тему отказа от фастфуда, отказа от алкоголя, какого-то альтернативного медицинского подхода к продлению жизнедеятельности – все это с тех или иных сторон получает очень серьезное сопротивление, и такие темы, если в популярных фильмах и сериалах и поднимаются, то только для осмеяния, только для того, чтобы показать очередную какую-то планету или очередное какое-то общество, которое вот пошло типа неправильным путем, и вот смотрите, как они все вымерли, или вот смотрите, какие они все дебилы. Это делалось и в тех же самых «Звездных вратах», это делалось и в других научно-фантастических сериалах и фильмах. А вот тема виртуальной реальности, ее не сказать, чтобы как-то дискредитировали в этих фильмах. Даже в той же самой «Матрице» посредством диалогов Нео и с Пифией, и с Архитектором, и с одним из членов Совета Зиона проталкивается тема, что, возможно, «Матрица» – это не некое абсолютное зло, возможно, стоит достигнуть какого-то компромисса с этим, но и в конце концов Нео все-таки возвращается в «Матрицу» и «Матрице» и умирает, что немаловажно. Он не решает, допустим, набрать на свой корабль кучу взрывчатки и просто как камикадзе в таком состоянии прийти в город искусственного интеллекта. Он решает именно прийти и обратно подключиться к «Матрице». Ну и в тех же самых «Звездных вратах» вот такую технологию виртуальной реальности пусть и показывали, как несколько такую в некоторых аспектах ее применения достаточно страшноватую, но однозначно не клеймили. И наоборот предпринимали какие-то попытки размышления о том, что она может пригодиться. Конечно, я не исключаю, что есть огромное количество каких-то ситуаций или направлений, когда технологии виртуальной реальности могут пригодиться и для обучения, и для того, чтобы человек, пока, допустим, его тело восстанавливается после каких-то серьезных повреждений, мог продолжать или то же самое обучение или какую-то деятельность виртуальной реальности. Виртуальная реальность, естественно, может иметь кучу каких-то полезных применений. Но то, как посредством средств вот этой самой дозированной, искаженной и определенным путем измененной подготовленной информации посредством этих средств в таком ключе преподносят тему дополненной реальности, виртуальной реальности, чтобы люди о ней задумались и постепенно приняли ее ее как то, что заслуживает право на существование, то, что не такое плохое и то, что, возможно, все-таки человечеству пригодится. В этом, естественно, я вижу некую попытку предварительной подготовки и проверки человеческих реакций относительно того, как люди себя поведут, когда им это будет уже предложено в реальности. И, конечно, я не думаю, что вот прямо в этом году кто-то попытается человечеству или хотя бы какой-то отдельно взятой стране навязать необходимость существования виртуальной реальности. Естественно, я предполагаю, что, может быть, даже пройдет несколько десятилетий перед тем, как тема виртуальной реальности уже будет поднята на международном уровне. Например, в ООН или еще в каком-нибудь подобном учреждении представительского или развлекательного толка. И оттуда уже будет сказано, что давайте, люди, попробуем переселиться в виртуальную реальность, потому что на Земле жить плохо. Возвращаемся к той же самой четвертой серии второго сезона «Звездных врат». Там именно показан такой сценарий. Если в «Матрице» показано, что злобные машины уничтожили человеческую цивилизацию, людей поработили, но позднее как бы злобность машин несколько переосмысленна, и показана Сати, такая девочка, которая вот страдает от других программ, и показаны ее родители, которые защищают ее от других программ, и та же самая Пифия оказывается программой, и все сделано очень неоднозначно. Так вот, если в «Матрице» все-таки поначалу «Матрица» предоставляется как средство угнетения, средство порабощения, то во второй, в четвертой серии второго сезона «Звездных врат» ситуация другая. Там люди сами погрузили себя в виртуальную реальность ввиду того, что их планета оказалась, ну, мягко говоря, непригодной к жизни. Они подсчитали, что пройдет определенное количество лет, и они смогут выйти из этой виртуальной реальности. Но пока они посидят виртуальной реальности, в этой виртуальной реальности будут проигрываться воспоминания этих людей, и они как бы будут взаимообогащаться, собственным жизненным опытом, ну, и развлекаться таким путем. В принципе, не то, что суперхорошо, но и неплохо. И, в принципе, к такому решению может или прийти, или быть подведено то или иное человеческое сообщество на определенном историческом этапе при определенных сложившихся обстоятельствах. Так вот, серия-то называется не виртуальная реальность, не матрица, а серия называется надсмотрщик игры. Остался вот тот самый надсмотрщик игры, который выходил в реальную реальность, и который, по сути дела, под тем куполом, вот в той местности, где находились коконы с вот этими людьми, присоединенными к виртуальной реальности, он там сделал сад. И позднее, когда люди начали выходить из этой виртуальной реальности, он такой, какого фига происходит? Они сейчас мой сад испортят, они уже тут лазают, они уже тут цветочки рвут. Фу, что происходит? То есть, некая такая экологическая идея, что вот, как бы, лучше пусть люди сидят в виртуальной реальности, и пусть останется какой-нибудь один садовник, который пока будет наслаждаться райским садом. Райским садом с живыми мумиями. Так себе идея. А для кого-то, может быть, и не так себе идея. Смотря с какой стороны на все это смотреть. По идее, если у кого-то есть список, например, всех произведений литературных или каких-то сериалов, фильмов, где поднимается эта тема, было бы неплохо, если вы написали этот список и указали ссылку на него, можно было бы эти данные присовокупить к остальным. Но так или иначе, тема виртуальной реальности актуальна, так или иначе, Цукерберг не фантаст, а хозяин Фейсбука, и он заявляет о дополненной реальности, о том, что его цель как раз сделать, чтобы пользователи жили в дополненной реальности. Именно. Известно, что сейчас Фейсбук собирает кучу информации о всех своих пользователях. фейсбук фейсбук обрабатывает эту информацию, передает третьим сторонам, чтобы они обрабатывали. Обрабатывается то, чем человек пользуется, что человек ест, все, что фейсбук может накопать на человека, фейсбук это делает. И так, при том, что пока фейсбук это всего лишь соцсеть, или уже не всего лишь соцсеть, не только соцсеть. Но пока это еще не та дополненная реальность, к которой они стремятся. Так или иначе, от соцсети к дополненной реальности, а от дополненной реальности к виртуальной полноценной реальности матрицы не то, чтобы один шаг, но этих шагов не так-то и много, и плюс вектор движения уже простроен. И вектор движения не мною придуман, а самими этими всеми хазевами и разработчиками он не отвергается. В принципе, для современных футурологов представление о том, что люди в будущем будут жить в виртуальной реальности является одним из таких базовых, и оно не кажется чем-то таким конспирологически странным и невозможным. Наряду с рядом других представлений о будущем, которые они формируют на основе оценки, осмысления тенденций, которые идут уже сейчас, они так или иначе данную тему тоже так или иначе осмысляют и развивают. Больше того, даже их представление о том, что мы живем в виртуальной реальности уже, которые они пытаются насадить побольше остальным людям, оно тоже во многом связано с их возможностью создать эту виртуальную реальность здесь, и с их желанием создать эту виртуальную реальность. Одно из их утверждений кратко звучит так, если мы уже стоим на пороге того, чтобы создать виртуальную реальность и или переместить себя туда, или создать там полностью стимулированных живых существ, которые будут жить свою жизнь, как бы не понимая, что они виртуальной реальности. А по сути дела, видимо, тенденция идет и к тому, и к другому. Так вот, если современная цивилизация стоит уже на этом пороге, то естественно, можно предположить, что во было куча других цивилизаций, которые на этом пороге тоже стояли, и они со временем его прошли, со временем создали свои виртуальные реальности, поэтому просто по статистическому такому осмыслению, если цивилизаций таких было достаточно много, если они создали мириады виртуальных реальностей, то чисто логически и статистически существует определенная вероятность предположения того, что наша реальность и должна быть именно одной из виртуальных реальностей, а не какой-то естественно первично физической реальностью. все это несколько звучит сложно и требует предварительного ознакомления как с работами тех же самых ученых, так и просмотра и прочитки тех фантастических произведений, где виртуальные реальности так или иначе осмыслялись, так или иначе описывались. Технологии искусственного интеллекта понятно, что как бы на слуху они поднялись тоже относительно недавно, когда уже стали говорить о внедрении элементов искусственного интеллекта в управлении странами, в управлении дорожным движением, в управлении какими-то там полицейскими процессами, в управлении банковскими процессами и так далее. И тут уже многие люди начали задумываться искусственным интеллектом это что такое и как оно выглядит. И для многих это кажется чем-то очень далеким, чем-то очень невероятным. Я, наверное, начал интересоваться темой искусственного интеллекта где-то с 2007 года. Так, более-менее уже осознанно, более-менее уже целенаправленно. естественно, что и тогда уже существовали данные на эту тему, и разработки на эту тему, и предварительные какие-то осмысления ученых, которые естественно существовали перед реальными разработками, они существовали намного раньше. И в трудах фантастов это многократно осмыслялось, многократно реализовалось. И уже десятилетия, много десятилетий идут разнонаправленные разработки того, как создать этот искусственный интеллект. И как один из вариантов они приходят к тому, что нужно его развивать по образцу человеческого интеллекта. Для этого надо изучать мышление людей, как-то систематизировать, каталогизировать данные про алгоритмы мышления людей и делать, чтобы их программа повторяла эти алгоритмы и вот посредством повторения, посредством обучения, чтобы со временем этот интеллект осознал себя и таким путем по сути дела родился. Поскольку пока это всего лишь средства, всего лишь устройства для обработки информации, пусть и чрезмерно усложненные, пусть и очень многофункциональные, но все равно это пока еще не осознанные какие-то субъекты мыслительных процессов. Часто это просто имитации отдельных мыслительных каких-то процессов или средства для обработки той или иной информации. Они сами по себе не имеют собственного желания, собственного какого-то стремления, собственного какого-то понимания себя как мыслящих элементов. они просто как очень-очень-очень усложненная программа. Но разработчики искусственного интеллекта пытаются посредством чрезмерного усложнения этой самой программы добиться ее постепенного самоосознания. Если бы они так занимались собственным самоосознанием, они бы уже наверное вознеслись. И возможно вознесясь они бы смогли как раз уже усилием очищенного сознания создать того самого искусственного интеллекта какого-нибудь. Просто тогда он был бы им уже и не нужен вообще-то, но это уже отдельная история. Так или иначе возможности создания искусственного интеллекта, наработки в этой области они тоже не новые, они тоже тянутся из достаточно древних времен, мифы про големов, которые создавались алхимиками, мифы про джинов, по сути дела искусственный интеллект, и будет вот таким вот джином, которого уже только не из бутылки, а из компьютера, из огромного сервера он будет выходить и людям говорить, чего вы хотите, ладно, ладно, сейчас от того и пострадаете, чего вы там хотите. Поэтому так или иначе в мифологиях прототипы этого существуют и так или иначе мировая оккультная элита к этому стремится и об этом думает и на основе этого в принципе и строит базовые схемы своих разработок. Дальше есть те, которые сейчас тоже поднимают тему чипирования и вот возможности этого чипирования. Ну, тут я рекомендую помыслить сразу в двух направлениях. Первое направление это почитать о возможностях посмотреть, почитать, послушать о возможностях графена и обратить внимание на то, что сейчас многие видеозаписи и материалы на тему графена почему-то стали пропадать. Вот я, например, находил некоторые материалы, а потом смотрю, их уже нету. Сайт показывает 404, то есть было и нету. Странно это и почему остается только гадать и надеяться, что это просто случайное совпадение. С другой стороны, если после упоминания графена сейчас это видео мое будет достаточно быстро заблокировано, то у меня будет достаточно серьезное основание считать, что это не просто было каким-то совпадением, а проявлением каких-то алгоритмов, которые пока еще широкой общественности неизвестны. Но рекомендую вообще изучить тему графена и то, какие колоссально новые возможности дает данный наноматериал в частности для создания разнообразных уже не то, что чипов, а устройств превосходящих тех самых чипов. Кроме того, нужно не забывать, что чипы в мозг стартапами Илона Маска уже не то, что как-то анонсируются, а непосредственно показываются показываются и ввиду соответственно всех этих материалов советую посмотреть сериал «Видоизмененный углерод» или по крайней мере ознакомиться с его главной идеей о том, что вот есть некий чип, который устанавливается человеку сзади головы и этот чип соответственно собирает всю информацию, позднее поглощает личность человека и позднее после смерти тела соответственно личность умершего может быть пересажена вместе с этим чипом в другое клонированное тело. Тут можно вспомнить и древнюю мифологию про островийцев, которых сейчас называют атланты, эзотерики их так называют. В ведических текстах есть про них и про монеты душ определенные такие же золотые чипы, которые хранили их личностное сознание и которые в некоторых случаях использовались даже как валюта. Вопрос не станут ли чипы Илона Маска новой валютой и не станут ли в прямом смысле мировые элиты торговать душами, которые будут храниться на этих чипах. Ну или соответственно использовать эти чипы при подключении к искусственному интеллекту для обучения того самого искусственного интеллекта и для загрузки сознания в виртуальную реальность. В рекламе они по идее могут сказать вот давайте установим чип и вас сохраним а потом пересадим в клонированное тело а сохранят и пересадят уже в виртуальную реальность. Что тоже как бы не очень перспективно в плане развития для самих существ но очень перспективно видится мировым элитам которые эти темы осмысляют разрабатывают и сам факт того что есть куча сериалов и каких-то фильмов где так или иначе эта тема поднимается и в бегущем по лезвию и в видоизмененном углероде и в других подобных материалах это показывает что много людей об этом думает нужно понимать что те кто стоят за финансированием фильмов они входят в число той же элиты которая стоит за финансированием научно-технических разнообразных разработок то есть они все между собой так или иначе тусуются они все между собой так или иначе обмениваются какими-то свежими идеями наработками и я думаю то что относительно практически с интервалом в год выходит второй сезон звездных врат где показана идея виртуальной реальности потом выходит матрица с одной стороны это конечно же может быть совпадением и фактом того что просто эта тема очень популярна но с другой стороны можно предполагать что те кто создавали матрицу или так или иначе участвовали в ее разработке как-то контактировали с теми кто создавал звездные врата сериал и соответственно известно что сами создатели сериала звездных врат очень были на тесном контакте с вооруженными силами соединенных штатов и что для того чтобы ну как бы по общедоступной легенде для того чтобы сериал звездные врата был более реалистичным они консультировались и имели постоянного консультанта от ввс сша внешне это выглядит якобы для большей реалистичности сериала с другой стороны нужно предполагать что им не только советовали как по реалистичнее показать непосредственно военных а и советовали допустим какие темы стоит поднимать какие темы необходимо поднять а какие вообще-то лучше и не поднимать а каких может быть и думать нельзя ну так или иначе взаимодействие с вооруженными силами сша у них было так или иначе с теми кто разрабатывает технологии было и есть так что так что если не обрывочно комплексно это все осмыслять становится в принципе это все в рамках единой схемы пазлы складываются как говорится ну а чипах обезьянах о всем этом что касается разработок нейролинка можно тоже сейчас посмотреть материалов предостаточно и тоже нужно понимать что если нам показывают уже готовую версию которая стоит в голове у обезьяны то вероятность или каких-то тайных экспериментов на человеке или соответственно каких-то более существенных экспериментов на человеке ну не то что есть она больше чем стопроцентно поскольку на свине на обезьяне нам уже показывают как бы готовые продукты которые вот уже стабильно работают понятно что какие-то предварительные разработки которые дают сбой которые сжигают мозги участникам этих разработок они могут соответственно и должны существовать ну в большей секретности Илон Маск как пиарщик как рекламист всех этих своих технологий которые он сам лично не изобретает но берет какие-то старые технологии и вследствие своих способностей пиарщика дает им скажем так новую жизнь под своим брендом под своим началом он понимает что если он сейчас покажет какого-нибудь человека с раскроенной черепушкой у которого может завтра вследствие сбоя чипа сгорят мозги то это скажется далеко нехорошо на его всем начинании а если он покажет допустим как те или иные животные вполне себе хорошо живут с его чипами и может быть через пару лет допустит журналистов чтобы они потрогали почухали этих животных и вот они скажут да такие милые животные с миленькими чипами все как классно а потом уже он покажет и человека допустим с таким же чипом и скажет ну вот классно к тому же Илон Маск и не скрывает что по сути дела его чипы в финальном своем предназначении предназначаются именно не для животных а именно для людей если они предназначаются для людей то естественно разработки уже должны быть какие-то эксперименты и на людях просто их не показывают просто те кто в них участвуют подписывают контракт может быть что они получат какие-то компенсации в случае смерти какие-то суммы получат их родственники и им этого достаточно они может парализованы еще какие-нибудь там он им обещает решить их проблемы и соответственно они подписывают что в случае успеха их проблемы будут решены в случае провала ну что ж их родственники получат какую-то существенную компенсацию И как бы и родственники будут довольны, и сам человек, в принципе-то, как он считает, будет доволен. Ну и корпорации компании Илона Маска, все эти его и с ним связанные, и те, на кого он работает, тоже будут довольны. Вот как-то так. И то, что правительство будет за всеми следить, то, что везде будут камеры, то, что в интернете все будет отслеживаться, еще, может быть, лет 10 назад тоже многим казалось фантастикой. Конспирологи-то про все это уже говорили, и многие не то чтобы конспирологи, а люди, которые могут предвидеть какие-то дальнейшие шаги, понимая, в какую сторону процессы идут. Они тоже об этом говорили, тоже это понимали. Но основные люди думали, так, как бы, никто это не будет делать, никому это не надо, это же много денег надо, это же много людей, как это все организовать, как это все устроить. Лично я помню один такой спор еще в 2009 году, когда там и анастасиевцы, и славяне, и некоторые другие эзотерики. И вот мы говорили на тему того, к чему может привести какие-то те процессы, которые есть. Анастасиевцы, естественно, ни про что другое не думают, как про учение мегра и необходимость всем переезда на свой гектар, где будут строить свое родовое поместье. Но это их, как бы, тема. А другие осмысляли и думали, что может быть, что не может быть. И вот был такой серьезный спор, что были предоставлены данные о том, что идет как раз к тому, что камера будет чуть ли не на каждом фонарном столбе и следить чуть ли не за каждым движением человека. Но нашлось несколько человек, которые от этого открещивались, которые говорили, что это в принципе невозможно. Потому что, ну представьте, сколько это должно быть камер. Камеры дорогие. Ну представьте, сколько это должно быть с каких-то жестких дисков. Какого размера эти должны быть жесткие диски. Это их или интернетом все соединять. Интернетом соединять тоже дорого, тоже неудобно. Если камеры просто будут записывать на протяжении какого-то длительного периода, это тоже неудобно. Кто будет отсматривать эти материалы? Это просто какие-то байки. Это просто какие-то россказни, которые, ну, невозможны в реальности. Которые, как бы, красиво звучат. И которые, как бы, фантастики возможны. Но в реальности они точно невозможны. Причем заявляли это люди, которые не имеют какого-то собственного опыта, собственных длительных размышлений в области технологий и в области потенциала технологий и векторов развития технологий. А заявляли это люди, в общем-то, еще с советским образованием, в общем-то, еще с советским мышлением. Но, как видим, сейчас уже технологии того, что камеры следят за людьми, по крайней мере, в крупных городах, по крайней мере, в центрах, по крайней мере, в метро, в других подобных объектах. Все это уже давно реализовано, все это уже обыденная ситуация, все это уже то, что есть. Это не то, что будет через год, это не то, что будет через 10 лет. Это то, что уже есть, уже камеры следят, уже алгоритмы слабого искусственного интеллекта отслеживают поведение людей, уже, соответственно, обращают на кого-то внимание и высылают на кого-то работников полиции для проверки. Уже, соответственно, те или иные алгоритмы кому-то, допустим, подсказывают друзей, которых следует добавить в соцсети. Кому-то, допустим, подсказывают какие-то товары, которые они думают, что человек может купить. То есть технологии развиваются. Вплоть до того, что технологии развились так, что сейчас есть много людей, отмечающих феномен. Они его кратко формулируют так. Вот я подумал или подумала о том, что хочу, допустим, или что-то купить, или там что-то посмотреть, но сам человек не озвучивал желание купить данный товар, не вводил никуда никакие поисковые запросы, что хочу там купить этот товар. И через какое-то время подходит к компьютеру или в телефоне и смотрит, а там уже реклама ему дается этого самого товара. Человек, мягко говоря, офигевает и говорит, как так, что уже искусственный интеллект мысли читает, что вообще происходит. А это то самое происходит, это алгоритмы искусственного интеллекта предугадывают уже, что человек может захотеть. Они уже настолько хорошо научились разбираться в людях, что они понимают на основании анализа других людей, на основании сопоставления возраста, на основании сопоставления того, чем человек питается, а это тоже отображается, поскольку сейчас идет часто электронный заказ товаров, электронная оплата товаров. Они это все отслеживают. Они отслеживают, соответственно, другие всякие данные, чем человек интересуется, и вот высчитывают, что скоро для человека может стать чем-то нужным, чем-то актуальным, чем-то, что если они ему прорекламируют, то есть вероятность, что человек этой рекламой воспользуется. И они это подкидывают, что-то люди офигевают, говорят, искусственный интеллект все уже мозги читает. А может и читает, как бы. Неизвестно на самом деле все возможности, которые разрабатываются и которые где-то экспериментируются. По сути дела, те же самые человеческие мысли в мозгу отображаются в виде электрических импульсов, и вполне возможно, что где-то уже тестируются определенные устройства, которые удаленно могут считывать, по крайней мере, в каких-то приблизительных диапазонах с погрешностями, то, о чем человек может думать. И сопоставляя это с всеми другими данными, могут, соответственно, тоже и рекламу оптимизировать, и какие-то действия предпринимать. Это уже та реальность, тот мир, в котором мы уже живем сейчас. Это то, что для людей лет 10, лет 20 назад казалось бы просто фантастикой, просто чем-то вообще невероятным, чем-то вообще невозможным. Поэтому нужно понимать, что то, что для вас, может быть, кажется фантастикой сейчас, с прошествием лет вы такое уже скажете, как бы, ну да, ну так уже есть. Вот это те дополнительные размышления к предыдущим трем видео, и я еще, естественно, тему хочу развивать дальше, и на тему искусственного интеллекта, и на тему усиленного и дополненного интеллекта позднее. Хочу тоже записать размышления. Поэтому, если есть что сказать, пишите свои мысли в комментариях, будет интересно. Кто из вас, возможно, знает о каких новых технологиях, которые могут использоваться в связке с всей той темой, о которой я говорил. Может быть, ну пока у меня на тему графена очень мало, допустим, материалов таких, которые я мог бы рассказать так, чтобы не опасаться, что канал уж точно заблокируют. Поэтому, если у кого-то из вас есть материалы, такие как бы издалека подходящие к теме графена и к теме того, как это насущно сейчас будет связываться с каждым из нас, ну так, чтобы не прямо уж, не прямо по самым больным темам, скажем так, то, может быть, или подкиньте этих материалов, или, может быть, запишите свои осмысления, с радостью поделюсь ими. В общем, и буду рад сам ознакомиться, может, тоже чем-то дополню свои размышления, естественно. Желаю успехов в духовном развитии. Слава Ра! Слава Ра! Продолжение следует...